Люберецкие супербабушки продолжают удивлять своими талантами. Участницы проекта преодолели третий этап конкурса. На этот раз они вышли на сцену Люберецкого дворца культуры и продемонстрировали творческие номера. Наш корреспондент расскажет все подробнее. На земле городов разных много. Город Любицы только один. Они поют, танцуют, читают стихи и играют на музыкальных инструментах. С помощью этого конкурса Люберецкие супербабушки открыли в себе новые таланты. К творческому этапу, как и ко всем предыдущим, участницы проекта готовились со всей ответственностью. Мы приготовили с внучкой номер барабанщиц. У нас коллектив, 8 человек. Мальчики, девочки, мы барабаним. Захотелось что-то изменить. Такие скучные где-то, может быть, будни. Где-то больше времени с внучкой. Озвучила, что такой конкурс проходит в Люберцах дома. И сын, сноха, внучка говорят, а почему бы и нет. Поэтому я решила поучаствовать. Перед тем, как выйти на большую сцену, каждая конкурсантка репетировала и занималась профессиональными артистами. Представители комитета по культуре помогли подобрать жанр и придумать концепцию выступления. У каждого номера будет какая-то изюминка. Поэтому я думаю, что нам будет достаточно сложно их всех оценить. Они все, по идее, победители, потому что они участвуют в этом замечательном конкурсе. Заключительный этап проекта «Конкурс красоты» состоится 4 июля. Супербабушки продефилируют на сцене в разных образах. А имя победительницы проекта будут держать в секрете и объявят его на празднование Дня города. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.